И это перешло к нам, и это стало модным, не заводить детей, завести собачек. Раньше, если мужики ходили, я видел там бульдог, овчарка, вы видели сейчас жуткую картину. Здоровые мужики с маленькими собачками, в костюмчиках, на руках, не женщины даже, вот они вместо детей собачек выращивают. Есть глава города, глава области, глава района, все, он ответил, само слово глава, это уже ответственность. Вот есть голова, остальное вот вам, руки это министр производства, ноги министр транспорта. И у вас получается... Да, это все остальное там тоже свои министры. Это все свои министры. И все вместе. И все вместе, оно как общий организм. Мы же у нас не идут, ноги отдельно, руки отдельно, и мы такие... И все ценно, и голова прямая. Все идет в одно направление, все гармонично. Дай бог, появился русский, который будет биться за русских, как Кадыр из-за своих. Вот образец вам. Или бацкая за белорусов. Ну почему среди русских не найдется? Из 140 миллионов хоть одно русское, которое биться будет за русских. Народ отчахнет уже все. Русский народ теряет свое величие. Он становится каким-то трехнеразадным... В навоз превращается. Он превращается в навоз для других народов, которые будут сажать, будут. И это очень опасно. Роман. Да. Вот у меня есть три вопроса, которые я задаю постоянно разумным людям. Для того, чтобы разобраться с тем, что происходит, разобраться с тем, что нам нужно, и понять, что нам делать. Первый вопрос звучит так. Где сейчас находится Россия? Где сейчас находится общество? И где сейчас находится русский человек? Вот буквально так, диагноз от доктора. По этому вопросу мы начали уже в прошлый раз разговор. Поэтому, в общем, большая тема. Веером, где мы сейчас находимся, я думаю, новости все слышат и видят, где мы находимся. В состоянии войны, в состоянии всяких двух войн, в условиях вынужденных, больших перемен, причем положительных, в условиях интересных перемен. Там много чего интересного. Поэтому здесь много тем. Я так понимаю, тему будущего мы с тобой обсуждали. Потому что, если ты хочешь с настоящего начать, что перейти в будущее, то здесь много чего. Обидно. Что обидно? Если говорить, там вот есть плюсы и настоящие минусы, и вот с минусами беспокоит будущее. Потому что мой товарищ, вот приехал, был в служебной командировке, он чиновник в Китае, и он был 7 лет назад, 8. Говорит, Китай такими темпами идет. Поставил вот все цель благополучия рабочих. Говорит, они там 7-8 лет получили, зарплата была 400-500, а сейчас 3000. Поэтому китайцы ездят по всему миру, может, как туристы, и могут себе позволить. А у нас ситуация немножко другая. То есть там Севков у нас только, да, есть военные обозреватели, общественный делик, он сказал, говорит, вот хорошо, что если плюс именно нашей трагедии, СВО, ну вот плюс то, что у нас вынужденная мобилизация происходит. Но она выходит локально. Потому что у нас там на войну работают же и частная компания, тоже заинтересована в войне. У нас же сейчас все частное. Говорят, что американские заинтересованы, у нас тоже заинтересованы. Поэтому, а, тревожит эта ситуация, понятно, с СВО, с войной, чтобы она закончилась, конечно, быстрее хотела. Потому что, честно, это рано, вот сердце болит, потому что явно это гражданская война. Брат убирает брата. И я видел, я потом, надеюсь, расскажу, я наблюдал это шаг за шагом. Я предупреждал, я писал статьи, я написал книжку. Никто не прислушиваться, никому не надо. И все получилось, как я предупреждал, к сожалению. Поэтому, и буду еще, например, я возьму маленький фрагмент вот этой недели прошлой. Я просто еду в машине, включаю новости, новости. И там обсуждают заявление Голиковой. Наши, у нас просто есть ряд депутатов, они там 20-30-40 лет почти. Одни и те же лица. Вот как будто у нас огромный народ, нет больше хороших людей, мудрых. Есть одна колода карты. Да, есть одна колода карты, эти все депутаты одни и те же, одни и те же лица, одни и те же эксперты. Ну, это просто, ну, и всю половину врут, половину правды не говорят. И вот обсуждали Голикова на радио. А Голикова что сказала? Говорит, у нас большая кадровая проблема, педагогов, учителей в школах, только в начальной школе не хватает 14 тысяч. Или 11, по-моему, там, по-моему, 11. Вот я ошибся. Как правило, когда, говорит, статистика государственная, она заниженная. Может быть, их не 11, а может, и 15-16. И в плане изучения, они просто корреспонденты берут и звонят, ну, какой-то же на выбор в школу, там, нашли где-то в провинции. Вот город Гагарин, это где-то недалеко от Москвы. В Смоленской области. Да, в сторону Смоленска, да, и вот разговаривают с директором, ну, кто там, видимо, секретарь соединилась с директором школы. Вот я там директор школы, там, Нина Ивановна, говорит, вот слышали выступление Голиковой, да. Скажите, это правда, что у нас большой, ну, это же вопрос будущего, наше воспитание, образование, знание, безопасность страны. Это же огромный вопрос, вот эта вот школа. Она говорит, да, ещё какой, вот и в начальной школе, да, и в начальной особенно. Говорит, а вот как вы думаете, причины какие? Она говорит, ну, материальные, в первую очередь, потому что жить-то надо. А там же работают программы, вот молодым врачам, учителям дают там дома, квартиры за счёт, какие-то там миллионные, там, суды там на покупку. А директор школы, видимо, была такая с юмором, видимо, ничего не боится, что её снимут, видимо, некого заменить быстрее всего уже. И она говорит, а вы видели, вот где, вот слышали, вы же радиоработаете, где-то кому-то дали, врачу-учителю, квартиру, вы знаете такой случай? Они такие, нет, вот я не знаю. Вот если такой случай где-то произойдёт в России, вы мне скажите обязательно, я буду знать, что хотя бы один случай такой есть. Мы приедем с ними. Да, поэтому, говорит, таких случаев пока нет, они разговоры. Она говорит, слушай, а какая зарплата у вас там вот приходит? Большая. Она говорит, нет, ну, говорит, вот у нас вот, вот пришла у нас девушка в начале того года, вот максимум, что мы могли дать, и вот, это 16 тысяч. За 16 тысяч вы проживёте, мы её начали грузить там от 8, чтобы она, ну, больше заплатить, там, какие-то кружки, там, что-то дополнительное. Ну, грузы нагрузили там что-то, начало получать там 23-24. Ну, попробуй проживиться, особенно квартиру купи там это. Ну, и что, она продержалась тут 3 месяца и уехала в Москву, а там что-то 90-100 зарплата. У нас так, если так дальше пойдёт, то у нас учителя останутся в Москве и в Питере, где высокая зарплата, а вся остальная Россия будет без учителей и без школ. И вот это, когда он придёт, а сейчас критический момент наступает, меняется вот эта вот старая категория учителей, они сейчас на пенсию массово идут. И всё, говорит, ну, это что у нас, не понимает, правительство не понимает, наш верховный, все понимают, а почему ничего не делают. И вот это, конечно, в этом плане, вот фрагмент будущего, что же, то есть, я, может быть, утерирую, вот я ошибаюсь, хотелось бы ошибиться. Но, знаете, лягушку иногда могут вскипятить, это известный пример, сразу вскипяток, а можно потихонечку поднимать, поднимать, надо привыкнуть и свариться, не замечая этого. Я такое ощущение, что так вот не получилось, там, перестройку сразу резко сломать, там, Россию и русский народ, и сейчас так вот медленно варит народ вот тут. Поэтому мне не хотелось бы, что в будущем, например, есть такой историк, не один, там, западный, либерал, там, и у нас в России, там, историк, женщина, там, интересная национальность, они утверждают, что нет, ошибочно считать, привязывать историю народа с историей территории. Есть история народа, а есть история территории. И история территории, она больше. На этой территории могут жить разные родины в разные времена. Понимаете, чем дальше? Поэтому, это родина для народа, потом она через лет 300, вот родина другого народа. Кочуют, кочуют. Тут жили индейцы, все в нафер, теперь живут там ирландцы, французы в Канаде. И все. Это, кстати, шло обсуждение по поводу России. Поэтому не хотелось бы, чтобы выделили резервации, некоторые там, где-то на севере Пермской области, для русского народа. И там приехали туристы, и там, смотри, как там с погремушками, с гармошками, с медведями, да, ходят там и радуют туристов. Ну, вот это, конечно, не хотелось бы. Поэтому, конечно, настоящее связано с будущим. Будущее, причем меня, я уже на седьмом десятке, я уже пережил Шукшина, Пушкин, в два раза Лермонтова. Я, в принципе, морально готов уйти с этой серии большого фильма и уйти как бы на тот свет. Душа бессмертная. Я много еще достиг, мне был счастливый период жизни. Ну, естественно, я переживаю за детей, внуков, на будущее народа. А эта тема огромная. Сама тема будущего, вот просто сама тема, она имеет большое значение. Обратите внимание, ну, например, будущее, как правило, связано с какой-то стратегией развития, с идеологией развития, да, просто с идеологией. Помните, Ельцин говорил, у нас нужно создать идеологию национальную, русскую. И там институтом деньги выделяли, это же когда было, чуть не 40 лет назад. И что, нету, у нас как бы нету. И сейчас, говорят, у нас нет идеологии, там, дурака корчит, соловьев и все прочее. У нас нет. Не бывает никогда такое, вам скажу, мои дорогие слушатели и зрители, но не бывает, что нет ее. Всегда есть идеология. Если ее нет, значит, говорят, что она просто есть, она спрятана. Когда я слышу, что за прошлый год из России вывезли там 270 миллиардов, вот она есть идеология в действии. Как там говорится в Библии, под делами их, да, вот идеология работает. Вот это признаки работающей идеологии. И вы все поняли, можно... Вот я говорил, что учителя нет, их не учат, да, специально вырезаю зарплату. Вот сейчас пандемия пришла, вырезаю зарплату врачам. Остались только в Москве, там, какие-то центры, да. Я понимаю, вот эта ситуация была бы, например, в Беларуси. Я понял бы и смирился с ней. То есть я сказал бы, ну, Беларусь, она очень бедная, пески, там нет чернозема, нет выхода к морю, ни к океану. А у нас три океана, 14 морей, чернозем там огромной территории. В Беларуси нет там золота, алмазов, угля, да вообще ничего нет, там немножко горстка солей. И там делают удобрения, продают. Но у нас всего столько, что можно нажраться всем олигархам, всем чиновникам и дать хорошо жить народу. И оттуда решаться многие проблемы. Потому что если ставить искренне благополучие народа, оно состоит из четырех частей. Четвертица Пифагора знаменитая, Тетрактея. Первое это моральное, нравственное состояние народа. Раз. Мы просто глазом бросим, вот идет патриотическая пропаганда, немножко увеличить. Там какие-то советские фильмы начнут пакать, есть двиг в эту сторону. Но вы включаете ТНТ или другие каналы, вы такую пошлятельную видите, как молодежь возвращают. Как были эти каналы, там угадай, золотой слиток выиграет, там и этот выиграет. Поешь там жуков, червей, ты что-то там тебе заплатят. Там вообще нища. А еще я уже не говорю про стендапы, шутки, такой мрази сексуальный. Если ты там скоребную шутку про половую жизнь не расскажешь, то якобы ты зря на сцену вышел. То есть здесь, причем все эти стендаперы, все эти комеди-клаб, вы видели, чтобы хоть одного призвали в армию, мобилизовали. Идет очень важная война, в самом деле, для русского народа. Да, она вышла как-то так, не умела, не получилось из операции приезжать в войну. Но она важна, в самом деле, экзистенциональна. Но я вижу все эти комиков, миллиардеров, миллионеров, там, не знаю, они там ездят на Бентли, хвастаются, снимают ролики, никто не хочет воевать. А воюет простой русский человек, Иван погибает, а эти все там бесятся в Москве. А это же уровень, моральный и нравственный уровень в государстве, в первую очередь, и который воспитывает молодежь. Мы же говорим про молодежь, про будущее. Причем одинаково то же самое в Украине. Абсолютно. Картинка вот прям лекала. А потому что там один и тот же гегемон, одна и та же власть. Вот он, морально-нравственный уровень. То есть, у нас благополучный народ срежет четырех, морально-нравственный срез. Второе, там, материальный, надо питаться, надо все, надо это. А вы заедете там вот за Москву, за Питером, 200 километров, там зарплата 15-20 тысяч. 25 уже, типа, хорошее. Это Лада, там, где нефтяники, Тюмень, там, да, высокие, но в других-то. Я приведу пример небольшой. Я еду с юга России, это был уже октябрь. И где-то между Курско-Роской областью, примерно, кромы, недожарла, а, ниже кромов, дождь и женщина стоит на остановке. Жалко, а нету навеса. Под дождем стоит, мокнет. И видно, что никакая там загулящая женщина на дороге. Стоит нормальная женщина. И с таким бумажкой, с какой-то салфановым пакетик. Я подъезжаю, говорю, вас могут подвезти, мокнете, даже без зонтика. Она, да, а что у вас, говорю, на дождь так вынула? Она, вот, еду в соседний районный центр, два года стояла на очередь на работу. Теперь вот позвони срочно, Надя, бери паспорт, приезжай, там, на полставки можно у тебя устроить. А, она мне еще спросила, говорит, я говорю, вас подвезти, если недорого. Я говорю, ой, дорого. Она говорит, нет, нет, я не поеду с вами тогда. Я говорю, дорого, это разговор про жизнь. Она, ну, тогда я с вами поеду. И вот, я там один ел, тоже ехал, тоже скучно было. И вот мы с ней разговариваем. Я говорю, ну, рассказывайте про вашу жизнь. Она, ну, что, у нас семья, трое деток. И у нас там хозяйство, поросята, куры, индюки. Кушать есть чего? А вот денег нет, надо там, одежды, дети растут, это все. А муж есть? Есть. Работает? Работает. Так вот, еду, надо помочь мужу, денег не хватает. Я говорю, а куда пригласили? Вот, прямо в административный центр уборщики на полставки. А сколько будут платить? Семь с половиной тысяч. Я говорю, так вы же еще на дорогу там потратите чуть-чуть не половину. Ну, а что поделаешь? Я говорю, а муж хорошо? Ну, муж хорошо зарабатывает. А где он? Водителем. И сколько? Вот там 17-18 тысяч, и на премию дают 20-25. И вот семья из пяти человек живет на эти 20-25 тысяч. Вот это стресс социальный. Вот они хорошо там сами все выращивают, но дети-то растут, учебников не купить там, наверное, книг хороших не купить и так далее. Ну, и вот это, ну, я говорю, была бы в Беларуси, я понял, но это богатейшая Россия, да? Золото, алмазы, да бог с чем-то. И вот так живут люди, простой народ. И чего что-то говорить? Поэтому вот эти все, второй пункт материальный очень важен. Там говорят те, кто за духовно, ну, это не важно, там есть какой-то аскет, монах, может, и не важно. А когда семья, это важно. И вот у нас получается, первый пункт, повторюсь, морально-нравственный, второй материальный, третий демографический. Они оба влияют на третий пункт, перейдущие два пункта. Если у вас нету материального базы, там, квартиры, то вы даже рожать детей не будете. Вы снимаете комнатку, где вы там детей нарожаете. У вас нету там, вот как-то накормить, вот они пятерых, шестерых родили, они троих, да? Но нету денег прокормить, проодеть, обуть. Поэтому демография, это отдельный вопрос широкий, но он связан с этими. И с морально-нравственной, потому что, когда мне говорят, вы увидите там, дьюти-фри, что я буду там вот на центральных каналах выступать. Да что я буду мучиться? Я что, матка буду рожать? Что я, животное буду рожать? И это в канал, вот эта элита, они будут мучиться. Лучше в пробирке сделать там одного ребенка, да? Вот там в лучшем случае там где-то. И эта зараза перешла из загнивающей Европы, а там демографический спад, она скоро будет мусульманской. Там останутся вот остатки под мусульманским владычеством. Помните меня еще при нашей жизни. И это перешло к нам, и это стало модным, не заводить детей, завести собачек. Раньше, если мужики ходили, я видел там бульдог, овчарка. Вы видели сейчас жуткую картину. Здоровые мужики с маленькими собачками, в костюмчиках, на руках, не женщины даже. Вот они вместо детей собачек выращивают. И это вот огромная проблема на перспективу. Она тем более усилится с войной. Сколько там погибло на Украине, не знаю, там говорят, 300-400, там ранен 500. Ну и наших погибло, ну пусть меньше, ну 100-150. Ну тоже мужики. В Течне погибли, в Афгане погибли, атишники уехали. У нас такой сейчас вымыв. Говорят, там зашли украинцы, которые, ну, типа у нас дополнение демографическое. Но их никто не адаптирует, не это. Их там, у нас 3 миллиона, в Польшу уехало 8 миллионов, и на Запад еще, в ту сторону, в основном, украинцы уехали. Тоже наш народ. Поэтому тут такая проблема. Пройдет несколько лет, и в армию никому будет идти. Что, атишники в армию готов? Вот эти вот, Камеди Клаб, они же не были в армии, они не знают, как автомат разобрать, собрать, если вот песком забыло, или там грязь попала, почистить. Все, он его бросит, его расстреляют, враг. Да он, мне кажется, бросит его и до того, как. Да, да там, ну, как пример. Сдавайся, а, я сдавайся. Понятно. Четвертое, морально-раста, материально-демографическое, состоящая благоуточность, это безопасность. Безопасность, она есть внешняя, вот так, и внутренняя безопасность. С внешней у нас более-менее сейчас мобилизация, вот идет это восстановление там каких-то новой технологии, оружия, это еще как-то тенденция идет, но внутренняя она не очень хорошая. Вот недавно же скандал, да, не один, азербайджанские ребята в Москве, в Питере, ловили славянских парней, сбивали и на видео снимали. Вот одна. Вот там Владимир Владимирович перед Новым годом, в прошлом году объявлял, что у нас рост преступности на базе этнических преступностей, там, 75%. Приезжают мужчины без женщин, давит тестостерон, все, они там и погнали. Тот же Владимир Владимирович говорит, рост преступности на базе наркомании, там, 75%, тоже это внутренняя безопасность. Я, конечно, могу спросить, а кто открыл в 2005 году границы для всего этого? А мы не знаем, кто открыл, я когда работал в Узбекистане, там зарплата у работяги была 15-20 долларов максимум, и не платили по полгода. И понятно, что эти миллионы хлынут в Россию, плюс с наркотиками в Шуйской долине и с афганским наркотиками, что и произошло. И потом Владимир Владимирович, извините, просто правду говорит, а как, вот у нас такая нехорошая ситуация. Ну, так, с тебя и надо спросить, Владимир Владимирович, зачем ты это? Да, рабочая сила дешевая, там эти строительные компании, миллионеры заработали огромные миллиарды, там обвалилась зарплата на 60%. Там, когда был долл 23, зарплата была 30, было больше 1000 долларов зарплата строительства. А потом руку на так, что, ну, что там, и русские ушли, заменили узбеки, таджики на стройках. Ну, сейчас, да, в частности пошли, это понятно, да. И есть еще какой-то принцип, помимо того, что перечислить в четыре основания. Мы говорим про будущее, сам факт, вот то, что говорят лукаво, говорят, что у нас, как бы, нет идеологии будущего, она есть, раз, она сокрыта. Просто она настолько некрасивая, что народу ее страшно показывает, и нехорошо. Потом, сам отсутствие вот этого проекта будущего, это вообще показатель. Наши люди, наша организация, не наша организация, а потому что их тоже устраивает то, что есть. Вот если Соловьев говорит, что нас нужно, а он не разрабатывает, они уже там за эти годы, специалисты, могли уже 10 раз разработать идеологию, да. Значит, у них идеология будущего, и будущее не видит. Как оно выглядит сегодня, и как оно выглядело вчера при олигархах Авени, Дерибарске и так далее. Вот эту картину вчерашнего, 20-летнего и сегодняшнего, они хотят тащить дальше в будущее. Вот сейчас война закончится, помириться с Западом, все будет опять. Куршавели, все дела, также зарплата русских там 20-15 тысяч, и все, и все будет продолжаться. Там какой-то мизерный процент в шоколаде, в Куршавели, на островах для богатых. Вот это их будущее, они видят картину будущего, и они ее реализовывают. Мы, понятно, видим картину по-другому, но мы не можем ее реализовать. Мы можем мечтать, мы можем проектировать. Если там одно и то же программы будущего зародить многие голые, ну, можем создавать эгрегор будущего. Может, когда-то он сработает, да. Как это, где-то там какие-то мудрецы буддистские, индусские об этом говорят. Но в данном случае параметры будущего, что нужно сделать, значит, все понятно. Там и говорят даже отрывками, даже некоторые говорят на телевидении, есть только Сергей Михеев, он даже там что-то проскакивает. Когда я в 99-м году написал свою книгу «Отверд Джо Соросу», внизу было название с золотыми буквами. «Концепция третьего пути», «Концепция развития России». Ее фрагментами иногда цитируют, я не думаю, что совпадение Николая Стариков. Но это из моей книги, он на меня не ссылается. Она действительно, что я представляю, и сейчас она действительно, книга написана 24 года назад, она издана, написана еще раньше была. Я долго не мог ее сдать, такая большая книга. И поскольку она вызвала большой резонанс и положительный, я там познакомился с ректорами многими, депутатами Петровича Савельева. И когда у меня вышла концепция «Третьего пути развития России», они меня пригласили в политех, якобы, обсудить на кафедре. А оказывается, целый зал, я пришел, думаю, ну, за чаем, ученый, обсудит мою книгу, академический ученый, я же такой любитель, философ, анализ философии сделал, разработал концепцию развития, ну, потому что я понимал, назад нет возвратов с СССР, и нету, и нам не приживется западное. И вот даже тут я сделаю паузу, здесь на этом играют, якобы нет идеологии развития будущего, у нас пустота, и поэтому делают подмену подставку. Помните, это вот СССР-2, якобы у нас будет впереди бы СССР-2. Это такая дезинформация, это такая, я бы сказал, провокация. То есть, сидят умные люди, в Кремле очень умные люди там сидят, я не исключаю. И вот я помню этот момент, начало этой операции. И тогда по всем радиостанциям, телеканалам прошла такая новость, очень даже опасная для власти. Сказали, что провели соцопрос, и 76% населения ностальгируют по СССР. Что такое 76% населения? Это значит около 100 миллионов. А что значит ностальгируют по СССР? Значит, им не нравится настоящее. А не нравится настоящее, значит, они критикуют власть. Им не нравится эта власть, правительство, президент не нравится. И не дай бог, какой-то товарищ эту силу соберет в кучу. И жахнет. И жахнет. И конец будет всем олигархам. А может быть и России. Их рабам на галере, которые на них работают, и так далее. И поэтому умные люди что-то делали. Раз не знают, что делать с этим процессом, как его остановить, ну, нужно его возглавить. И появились, выделили песочницу, там Тараскин, Мораскин. И начали играть в эту игру. По принципу. Сменится поколение, которое еще помнит Советский Союз. Или шах умрет, или осел сдохнет. И потом все поменяет. Но пар надо выпустить, протестный. Вот это выпуск пары. Вот эти всякие собрания, всякие там женщины выступают. Многие общественные деятели, которые там проводили себя, начали этот, как будто по команде этот проект протаскивать, популяризировать. Но с СССР-2 никто не прописал, как он будет выглядеть. Я же не говорю, как он будет достигнут. Как будет общество государства. Что мы вернемся к тому же СССР, его обратно в таком же, как бы сфотографируем в 70-е годы, и поставим опять впереди, и так же выстроим. Или это будет другой, какой-то модернизированный. Никто же не дал. Видно, что просто так вот, просто озвучили, дали надежду, что пар выходил, как это называется, слив, слив, да, там, политтехнологу, чтобы ушел слив, и все дела. Роман, ну все-таки, про СССР-2, давай поговорим еще. Мы сейчас с тобой обсуждаем, вот проблема. Ты уже много проблем накидал. Теперь мне хотелось бы узнать, а какое нам нужно общество, какая нужна страна, на каких укладах, на каких основах. Вот это было сейчас. Да, я еще одну ремашечку, и все. Причем это не новая идея, потому что у нас еще есть коммунисты, а у нас живака, стало быть, коммунистическая идея, марксистская. Вообще-то тоже информационная диверсия Мордехай Леви. Карл Маркс по паспорту Мордехай Леви. И его, это даже не его, это его учителя Моисея Хесса, основателя сионизма, его книга «Рим и Иерусалим» это начало всей сионистской истории по возрождению Израиля. Я думаю, что это он подсказал. Так вот, в чем состояла эта вот штука? Это тоже теория будущего коммунизма, да? Что сейчас коммунисты? Спроси, я говорю, ну, будет коммунист строить? Скажи, да, что ты будешь строить? Я буду строить. Он не с кадра социалистов, коммунизм развитый, да? Или там Калашников, который я его уважаю, вроде мудрый мужик. Что он там делает, я не знаю. Или там Грудинин, который олигарх, да? Он там, что коммунизм будет строить? А коммунист, я же сейчас конником понял. Говорю, а как он прописан? Как будет общество, государство? А значит, столько вопросов было, что в конце концов пришел к выводу, что вот свекла, это главное, что есть, это вот марксистская теория разделяя стравлива, что разделяяя на то, что я уже говорил когда-то, разделяя на классы, сталкивая, разрушая общество государства. Теория разрушения, технология разрушения. А вот теория коммунизма, это ботва прикрытия вот этой технологии. Вот какой-то там иллюзорная морковка висит, которая говорит, это будет идеальное общество. Все будут нравственные, полиции не будет, тюрем не будет. Не надо будет зарплату выдавать, потому что все в магазинах просто вот так вот бесплатно будут брать по сознанию, не по 10 шоколадок по одной, кто не надо. Ну фигня такая. Я помню, еще в школе мучил этими вопросами учителя, потом в УЗИ доводил до бешенства уважаемых людей, которые за это отвечали. Это мучный коммунизм. Говорю, ну расскажите же. И они ничего не могли, они понимали тоже, что это фигня. Когда период прошел накопление, все что ли, что поняли, что фигня, особенно грамотные люди, 3-4 образования, вернее, 2-3, это КГБшники. И почему у нас КГБ во главе с Крючковым было, вообще, была главная сила разрушения СССР. Они создали ГЧП, сами ее арестовали. Они были разрушающей силой, потому что они поняли, что это обманка, коммунизма не построить, а раз коммунизм не построить, тогда что? И люди простые поняли, значит, нужно просто материально обогащаться. Значит, пошли, одни начали там воровать заводов, другие серые цеха шить джинсы, третьи начали вообще глобально там уже потом приватизировать стихаря, да, и началась перестройка, все. Начался развал государства на отсутствие идеологии будущего, вернее, на обнаружение, что ту идеологию будущего, которую нам подсунули, она оказалась обманкой, фикцией. Поэтому сейчас очень важно со всеми ранами, горькими опытами подойти к этому вопросу очень осторожно, взвешенно и мудро. Итак, идея, что нам надо? Итак, что нам надо? Нам нужно государство, построить государство, которое служит народу. Вот. Раз. Что такое государство? Старое понятие еще Платона. Это государство, способ организации жизни общества. То есть, это инструмент вторичный, подсобный. То есть, вам огород, вам нужно вскопать, вы купили лопату. Вот общество создало лопату, чтобы легче было что-то решать проблемы. Кто-то разводит скот, коровы там, овцы, а у него лучше всех получается, он там правильно принимает их, кормит. Все, ты будешь министром сельского хозяйства. Кто-то делает дома лучше всех, ты министр строительства, понимаете? То есть, государство обслуживает. Обслуживает. И вот этот министр помогает вот этим, да, всему общему этим вот ребятам. И поэтому, я говорю, это вот у нас есть природоподобная наука, там, да, у нас ученые сейчас так говорят. И у нас по этому образу нужно государство создавать. То есть, здесь голова, элита. Лучшие люди надо, систему их выдвижения. То есть, не должен быть президент. Должен быть, называться глава государства. Вот у нас голова. Есть глава города, глава области, глава района. Все, он ответил, само слово глава, это уже ответственность. Вот здесь голова, остальное, вот вам. Руки, это министр производства, ноги, министр транспорта. И у вас получается... Да, это все остальное, там тоже свои министерства. Это все свои министерства. И все вместе. И все вместе, оно как общий организм. Мы же у нас не идут, ноги отдельно, руки отдельно, и мы такие... И все ценно, и голова, и прямая... Все идет в одном направлении, все гармонично. Поэтому, причем у нас не просто такое, у нас империя, большая территория, многонациональное государство. А у нас чего нету? Чтобы у нас не было вот этих разжиганий, все. У нас даже нет министерства национальностей. Я бы назвал, министерство дружбы народов в России, да? Замечательное название. Все, и вы развиваете. Всякие там субкультуры этнические, давайте им дорогу. Чтобы каждый имел свой, как бы, наслаждение, сатисфакция, да? От того, что он якут, там, калмыкии и так далее. Вы видите на наших каналах, там много, там, калмыцкие ансамбли, песни поют. Сейчас, в последнее время, с войной, там какие-то передачки начались. У нас же мусульман сейчас больше, чем христиан поисповеданию. У нас надо мусульманские каналы, мусульманское радио. Надо все это вместе вшивать, иначе на этом сыграют. Скажут, востребовленных русских 4%, а сейчас реально 3, уже давно объявлены. Те, которые христиане. У нас сейчас основная религия поколения, это мусульманство. А это не тражено, никак не так. А на этом сыграют враг. В отличие от Советского Союза, у нас не должно быть, как бы, монополий государства. Скажут, о, обратно, все там, не надо. Но, все основные, то, что уже говорил 10 раз, это вот как в Китае. Все направления основные, это национальные, это под жестким контролем государства. У нас говорят, а мы, Соловьев бы сказал, как мы дадим деньги врачам и учрям, когда в бюджете нет денег. На плане не бюджета. Давайте все наши доходные, большие фирмы, Газпром, там все национализируем. Помните песню про 1% в Газпроме, да, Спивакова? Там же частники получают миллиарды от 1%. Если вы национализируете, поставите тех же менеджеров, которые там работали и останутся, просто они получат зарплату достойную, но не меньше, они будут управлять. При условии, там можно даже поставить, чтобы они в какой-то период не будут покидать Россию и вредить. Саботажение. А все остальное останется у народа. Да, там, конечно, будут большие прибыли, потому что то, что сырье, это народное богатство, это общее. Это не может быть там Виксельберг, кого-то еще Авена и Дерибаски. Этот перечень, я уже не говорю про земли, которые частные, купленные и стоят. У нас так уже отлично развитие пошло, когда говорили, ну можно еще, у нас такой потенциал земли. Мы можем быть, на самом деле, на экспорте зерна зарабатывать огромные деньги. Жительницы всего мира. Да, вы поговорите с любым фермером, что он покупает. Во-первых, рядом вы едете, вот по трассе Дон даже, стоят таблички земли, там, на 49 лет концерна Каргел. Каргел – это американо-голландский концерт. Концерна Тотал, это французский. Гюнор швейцарский. Земли нам не принадлежат полвека. И они земли не обогащают. Там черножем они его как бы используют, истощают и зарабатывают на миллиарды. Мы, да, говорим, там, наша глава правительства Путина говорит, мы первые по продаже зерна. Я сверю. Ну, чтобы он сказал, мы первые по прибыли на зерне, вот это было бы ценно. Потому что прибыли получают другие. Каргел, там, олигарх Золочев, и тут был фильм неплохой, кстати, наш, один из московских журналистов, что там вообще там, особенно в портах, свозят неученое зерно, там такая вообще мафия. И это зерно проходит, и в результате спросить фермера, он говорит, да я на грани разорения, технику не купить, закупочные цены маленькие, потому что надо, чтобы его сушилки. Не все могут сушилки его хранить. Эти пользуются, скупают дешевое, там, сырое зерно, да? Ну, да, в общем, зерна много, а толку, а для народа. А там для народа столько эти деньги можно пустить в школу, учителям, строительство, развитие. Но денег нет, но выдерживаете. Да, мы изобрели каучук, пример, который, синтетически все, вот мы обсуждали с нашими товарищами, а у нас мы не можем сами колеса сделать. Покупаем в Китае. Покупаем во всех странах, там есть другие изделия из резины, да? И так. Там столько работы, вы не представляете, созидательной. Подводим итог. Государство, в общем, держава ради народа, потому что держава должна обслуживать народ, вот для того, чтобы мы жили счастливо, чтобы мы понимали, для чего живем, чтобы у нас было достаток хозяйствования, саморазвития и так далее. То есть, не подавляющий, как это у кое-кого написано, да, а служащий. И в государственной структуре должна быть прямая избирательная, не вот эта вот непонятно какая, а прямая избирательная система, как это у нас и было в древности. Получается так. Я бы еще дополнил, вот у меня давно, я уже продвигаю несколько лет разные такие, сказал бы, креативные, а кто-то, мол, сказал бы, идиотские идеи. Как она выглядит идея? Вот сейчас она подтвердилась, моя идея в войне. Не хватает мужиков на войне, что начали освобождать из тюрем, да? И их использовать в войне. Мужиков, которые сидят там, что, в карты играют, да? Там, в лучшем случае, шьют там какие-то там варежки, еще что-нибудь. А почему у нас огромный крич там сидит, не знаю, 700 тысяч, или сколько там, причем рабочая сила сидит, да? Те, кто сидят за аварией, за алименты, ну, не какие-то уголовники злостные, да? Вот у нас Псковщина, огромное количество, от Питера, от Гатчины до этого, заброшенные земли, все там, порисло бурьяном этим, ядовитым, как его это, ядовитый борщевик, остовый советский фил, все там, загнивающие деревни, остатки деревень. Возьмите старую деревню, соберите этих уголовников, которые там, ну, у них вот эти вот социальные грехи небольшие. Создай на базе его колхоз, пусть эту землю обрабатывают, сажают, выращивают, пусть строят дома, сажают сады, пусть у них приедет жена, девушка, мать проведает, и он будет в пользу принять работой. Он там не будет заражаться туберкулезом в сырой камере, там еще где-то там заниматься. И в пользу приносить. Да, или там они, да, заниматься там непотребностями всякими. И все, и здесь и пользу, и сам будет и здоровье укреплять, и для семьи, и для всех. И будет, и час зарплаты будут получать, будете идти на семью. Решение вопроса алиментов. И эти, да, и эти не будут убегать там. Ну, если там кто-то, конечно, всегда случайно, ну, там двойное тройное наказание по срокам. Ему, да он не будет захочет убегать, потому что жить на свежем воздухе, в саду. Либо в камере, да. Там заброшены, либо в камере, там, с уголовниками и так далее. Ну, почему это не существует? Почему-то Сталин существовал жесткие. То не надо здесь жесткие, как в Сталин сказать. Это довольно в хороших условиях. Я так, я помню, как лагерь, мы нас вывезли там, когда-то были сборы. Кажут, мужики, вот он, доски, палатки, все разбейте, два дня вам обустроиться. Все, печки, буржуйки, все стоят. Все, дальше работаешь, пошла. А тут все, готовые деревни заброшены. Там 60 домов, только два человека живет. Ты их подремонтировал, печки и живи. Тебе готовые деревни там. Идея понятна. Два. Вот в демографии мне идея. Я просто с женщинами по ходу работы разговариваю много с народом, в том числе с женщинами. Здесь все просто, мужчины взялись. Мужчин не хватает. У нас проблема, я говорил, мужчины, оттока, войны, афганы, Чечня, вот эта война. Не хватает мужчин. Это категория, это очень большой проблем. Не найти жениха, не создать семью. Многие хотят создать семью. Ну, не найти. И они там ищут свои, за рубежом уже наелись, там их используют. Ну, типа, поживем, посмотрим, там, две-три недели проживутся к с вами, потом возвращаются, он с жениться не собирается. Он просто ее использовал. Она пошла в другую, там, во Францию, там тоже самое. Как простить. И бедные, и как бедные женщины мыкаются создать семью туда-сюда. Где-то там один пример хороший, там его раз рекламируют. Женщины пошли. А тысячи потом, да. А тысячи, тысячи, да. Но это проблема женщин огромная. Это проблема народа. Женщины нет семьи, нет детей, нет внуков, нет будущего страны. Ну, хотя бы раз. И причем многие женщины хотят хотя бы функцию женскую родить. Ну, ладно. Не получается, не хватает мужиков. Ну, ты возьми функцию государства. То есть, она там зачала от какого-то мужчины или с пробирки. Если она решила стать матерью, то государство должно обеспечить. Если у нее не хватает. Содержать. Содержать. Все. Жилье, пропитание. Вот именно так государство играет роль мужа. Такая ситуация, чтобы нам спасти русский народ в страну, все враги России, те, которые в России будут против этого орать. И демократы, ну что, что такое. Ну, предложите что-нибудь лучшее. Я пока вам предложил. Вот я предлагаю. Поверьте, это будет счастье для многих женщин. Потому что у нее нет ни мужа, ни средств содержать. Более того, я вам скажу. Я уже бью в колокол все 20 лет при Владимир Владимировиче. Ну, назначили национальный проект строительства детских слов в Весле. Ну, нет их категорически в России. Ну, построили там за какие-то миллиарды экспофорум. Построили Газпром-башню. А почему не строят детские стоясти? Женщина, даже в семье, родила ребенка. Она не может зайти в Весле, она должна сидеть себе. Она не может зарабатывать деньги. А не зарабатывать деньги, нет денег на второго ребенка. Все, тупик. А не да бог, она развелась одна, одиночка, с ребенком, и нету Еслей. Ну, вообще, катастрофа. Она тогда просто умоляет деньги там у родителей, да? Там мучает родителей бывшего мужа. Ну, это же катастрофа. Жизнь. И это государственная проблема. И ее надо решать. Лана там женщина погуляла там до 30 и так далее. А потом поняла, что тут все как-то уже в возрасте. И все, а надо что-то хотя бы. И ей хорошо, потому что она вырастет сына, дочку. Они потом в старости будут ей помогать. Будут кому-то принести воды, чай сделать, кашу сварить, памперсы привезти. А так она понимает, что старость в одиночестве. Это вообще хоть вешайте. Это огромная проблема. Ну, кто, Владимир Владимирович решает эту проблему? Не решает. Я честно вам скажу. За 23 года, сколько он у власти? Вообще 25, кстати. Четверть века. Ну, можно было хоть. Даже в этом, в принципе, что-то сделать. С 2003 года по 2009 цена на нефть была 115-120 долларов. При себестоимости 7-8. Да можно тут за этот период, как китайцы. Китайцы за последние лет... Не телегон, здесь все понятно. Все понятно. Это трагедия очень серьезная. Я к чему? Что здесь столько, я уже не говорю про продвижение новых технологий, и так далее. Яркий пример стихон. Столько говорят про технологии. У нас сколково ничего не было похвастаться. Батя открыл центр, миллиарды заработал. Начиная от танкового батла, заканчивая распознание по лицам. И с китайцами великий камень, и с иранцами с собой. Там вот показатели, когда вообще ничего нет. Страна вызывает вообще без ресурсов. Да, там помогают наши дешевые цены на газ, на нефть. Но это же не основа благополучия. Это помощь, да. Вот новые тракторы поехали у нас с нефть убирать, красненькие. Всё, Беларусь на новый завод построили и заполнили нишу. А почему нам не надо построить до этого? Теперь не надо уже конкурент создавать такой завод. Беларусь-2 называется, да? Ну, красота. Они зарабатывают деньги. Всё трудом. Поэтому тема будущего, создание, стратегически понятно, да? А вот эти все нюансы, ответственность. Я могу расписать всё. Узкие министерства по конкретным темам для развития. Я на эту тему продумывал детально уже, бог знает чего. Хорошо. Доклад с тебя, выступление с тебя, круглый стол с нас. Идём дальше. Теперь давай переходим к инструкциям. Будущее понятно. Вот такое оно должно быть. Как к нему прийти? Как его доставить? Что нужно делать? Человеку, семье, обществу, ну и повыше. Дать человеку на школу. Мы человеку уже говорит. Человеку надо себя накачивать знаниями, специальностью, навыками. Я в своё время... Мне когда говорят, ну тебе в уст надо идти, зачем ты учишься на грузовике? Я говорю, ну мало чего услуги. Всегда приезжали, не пригодится. Я же на ЗИЛУ, в 131-м там работал, да, в 130-м. Я уже можно... Всё, ты попал, я попал в армию. Ну да, там воинское специальное. Ну как только пошла там стройка, кто умеет строить? Два мужика говорит, мы можем там. А что уметь? Ну, шведская, чешская кладка. Я тоже, а можно мне в подмастерье, я буду бетон мешать? Я научился делать вкладку. Я сам себе построил там гараж, стараюсь всё. И тогда ты в молодости набирайся знания, набирайся навыков. Видишь, что востребованная там тема искусственного интеллекта, IT, иди туда, инженер-электронщики, программисты. Они же получают сейчас там 300-400 тысяч. Ну иди туда, учись этому. Курсы, всё. Семью, денег заработал, всё, создавай семью. Ну что, ну поехал ты в разные страны, на страну. Ну 1, 2, 3, всё повторяется. Основной всё равно это надо подложить род. Ты продолжаешь род, продолжаешь народ, продолжаешь человечество. Ты одним действием делаешь благо сразу многим. И помогаешь, осчастливаешь женщину, осчастливаешь детей, которые там где-то спустились в душе под твою ответственность. Ну, я надеюсь, разумные люди всё это понимают. Ну и сам, в общем, вы говорите. Да, поэтому, а вот то глобально, как выстроить государство, как добиться, чтобы, ну это ты или кто-то другой, или такие, как я, должны прийти к власти. С пониманием народным, не с олигархическим, не работая там на Запад или на Китай. Это настоящий патриот. Потому что у нас сейчас патриотизм стал такой бутафорский, пропагандистский. Он стал как идеология прикрытия многого, ещё до войны. В войне усилился, понятно, он нужен многим для войны. Но он же до войны был как... Квастной. Как идеология, заменяющая реальную идеологию будущего. И об этом сказал Владимир Владимирович, в этом мечется. Он мечется, то он объявляет идеологию сырьевая держава, Россия сырьевая держава, это её функция. Помните, был у неё официально. То он говорит, патриотизм, наша идеология. Любить родину, это... Я уже не говорю про миксирование слова националист. Националист – это тот, который не только рубит свою родину, но и свой народ. Есть националист армянские, русские, это нормальное понятие. А его взяли, смикшировали с нацистом. Дискредитировали. Потому что... Почему? Потому что националист – это самый пассионарий. Он ради своего народа готов пойти на жертву, на смерть. Он может отдать последние деньги. Там в британские библиотеки написано, тот, кто может пойти на жертву ради своего народа. Патриот не может пойти, как правило. Ну, ради страны он может. Но ради своего народа, если он пойдёт, это уже националист. Ну да. И кто, я помню нашего лидера, который приехал в Петербург, сказал, националисты – это те, кто ненавидит другие народы. А где он где-то прочитал? Кто ему подсунул? Белдозал или кто это? Открываем энциклопедию. Любую. И там совсем другое понятие. И там всё чётко написано. А это всё связано, кстати, и с будущим. Когда, извините, когда в вашем организме нейтрализуются, убиваются лейкоциты, это вот, если по аналогию с организмом, это лейкоциты. Те, кто борются. Это националисты. Это идёт нейтрализация защиты. И понятно ли, чего это делается, да? Это обессиливается страна, народ и так далее. И мы видим это нагло. Это надо поменять. Обстоятельства вынуждают меняться разным людям. Я помню, как историк, как менялся Сталин, кстати, ещё в своё время. Как он объявлял, что мы за антимитизм приравнивали каннибализм и расстрелили, а потом сам стал антисемитом. И к 46-му году в правительстве нам никого не осталось, кроме Лазовского и Кагановича. И тех убрали. Ещё при его жизни. Поэтому... Всё возможно. Надеюсь, да, что, может, такие метафоры, эволюцию пройдёт Владимир Владимирович. И реально пойдёт. Сейчас его подталкивает в правильном направлении война. Война, то есть, то, что мы писали давно, лет 20-30 уже и не один я, нужно было делать в спокойном, осмысленном режиме. А теперь принудительно. Знаете, как Бог кому-то подсказывает, кому-то подталкивает, кого-то ведёт за руку. А в данном случае Бог нашу элиту за волосы тащит в нужное направление. Ещё и пинка даёт. Даёт пинка. Вынужденно, понимаете? Это вот такая картина. Священная русская птица, жареный петух. Да и склевал уже так, и склевал. Уже склевал, уже там должна дырка быть. Да, да, да. Там уже что можно. И мы сейчас, благодаря этой трагедии, идём, пока они начали двигаться в правильном направлении. Зафиксировать многие показатели, зафиксировать тренды, осмысленно выстроить все стратегии планов, ответственность всех. Всё это построить и сделать. Сталин за одну пятилетку. К войне почти приготовился за одна пятилетка, три с половиной, вторая, пять. За восемь с половиной лет. Китайцы за пятнадцать лет, в шестьдесят раз увеличили ВНВП. Реально с нашими ресурсами за десять-пятнадцать лет это можно сделать образец для других народов, для страны. И тогда к нам пойдут другие специалисты, другие учёные, и молодёжь поедет с нашими красотами. Это вообще. Таким потенциалом природы, который Бог нам дал, ну, грех не воспользовался. Вот Бог точно может нас наказать за то, что нам всё дал, а мы вот так вот тут кто-то разокрал, кто-то забоялся, кто-то не сделал, предал, и так далее. Я уже разговаривал с нашими близкими людьми. Нет, нет сомнения, что русский народ великий. На тебе там и Римский Корсаков, и что там только нет, полководцев, учёных, гагаритов, всё. Но в последнее время две империи потеряли. И эту, и эту. Прохлопала элита. Если так дальше пойдёт, и видна тенденция, что вместо пользы народу благополучный народ мы привезли свою корость, свою, как Горбачёв, это вот эго, да, на международном уровне, там, самолюбие. И вот эти личные качества удовлетворить, чтобы страна рухла, народ рухнул, ну, это вот русский народ теряет своё величие. Он становится каким-то трёхразадным... Навоз превращается. Он превращается в навоз для других народов, которые будут сажать будут. И это очень опасно. Это надо стряхнуться многим. Надо русским офицерам, русским генералам, русским в политике. Это хочется плохо и для вас, и тем более для ваших детей, внуков. Это будет, вот, как видите, как эти индейцы в резервациях. Хорошо. Ну, что ж, давай я себя подведу виток, потому что я очень всё пламенно и хорошо рассказал. Я хочу обратиться... Извините, маленький ремарк. Даже обидно то, что пламенным патриотами и националистами является человек, который зовут Роман Тадеушвич, да, с явными, нерусскими корнями, со славянскими. Ну, извините, Рокоссовский, Циолковский, все тоже были. И работали. Волях не русский, да? Ну, да, там, если говорить по крови, там, да, процентов 70, 1 на 1, да, там, когда там Крюсов говорил. Так что, Иль Соловьев тоже гоняет. Вот я, он говорит, я еврей, но я русский. Ну, хорошо, а кто был в партии, в советское время, написан русский, он, кстати, сейчас кто-кто? Он должен себя великороссом назвать? А, ты великоросс, ты шовинист, да, сразу скажут? Нет, 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 ребята, все надо поставить на место и на будущее. Белорус, русский считает, да, вот есть, только это русский народ, украинцы, белорусы входят. Ты работаешь на русскую страну, на русский народ, на общее, приносишь благ, да, ты можешь считаться русским. Да, но не бывает так, что вот он, я еврей, защищаю Израиль, и я русский называюсь, да, ну, хорошо, а почему ты за русских, почему там твои, ты не осуждаешь, почему там 2000 убивают русских, ты только сейчас, когда они поехали, вынужден был сказать, да, я про Соловьева, он же бьет себя, что я русский, да, нет, он еврей, российский еврей, он в России живет, пожалуйста, поляк, российский, российский поляк, или там россиянин еврейского происхождения, да, там, русский, ну, сталин говорил, русский грузин, да, да, ну, бывает такое, бывает такое, да, как двойное смешение, русский, хотя, если я честно, не согласен со Сталином, ну, лучше дело так, ты конкретный, ты прошел все процедуры, ты религиозен, ты иудаист, ты по всем приказам еврей, тогда ты будь евреем, будь добропричным евреем, и не примазывай под русских, потому что, это же плохо, вот, у нас же на западе, все считают русские, там, Кавказ, все русские, но это же нехорошо, известная история, в Америке, когда поехали там диссиденты, евреи, они начали бодяжить, американцы не догадались, бензин бодяжить водой, бодяжили-то евреи, на заправках, а сказали, что это русские, а виновата русская мафия, русская мафия, это русская мафия русские, а пятна на русский, что-то сотворяют о русских, а там, может быть, чеченцы что-то сотворили, те, которые убежали за границу, русские там кого-то убили, ну, к примеру, тут же наши чеченцы, я уважаю Кадыра, он же не говорит, что я русский, он россиянин, чеченец, живущий в России, и он честно все, он за своих, да, и он молодец, он за своих, дай бог, появился русский, который будет биться за русских, как Кадыра за своих, вот образец вам, или бацкая за белорусов, ну, почему среди русских не найдется, из 140 миллионов, хоть одно русское, которое биться будет за русский, народ отчахнет уже, все. Благодарю, и так, все-таки, попробую подвести итог, друзья, вот я хочу обратиться, на всех четырех уровнях, к простому человеку, как некоторые говорят, не говори простой человек, да нет, к простому человеку, если вы думаете, что от нас ничего не зависит, вы ошибаетесь, страна состоит из человеков, страна это не контурная карта, это не, не какие-то столбики, на земле, определяющие границу, страна это народ, живущий на этой земле, поэтому, вот как народ решит, так и должно быть, это, по факту, так вот должно быть, поэтому, когда вы себя слагаете, что-то, говорите, ой, от меня ничего не зависит, я ничего не могу, я маленький, плюгавенький, и так далее, это вранье, это навязанное лекало, которое вам в голову, как занозу вбили, избавляйтесь от этого, объединяйтесь вместе, создавайте свою, хотя бы, продовольственную безопасность, создавайте свои фонды, создавайте свою казну народа, объединяйтесь с другими, делайте свое, это не запрещено, это разрешено, разрешено, если уж вы еще боитесь, никто вам это не запрещает, это раз, второе, друзья, управляющие, чиновники, бизнесмены, если вы считаете, что вы сами по себе, вы ошибаетесь, без народа вы ноль, без палочки, вы никто, народ на вас трудится, вы говорите, я там создал условия, деньги плачу, да нет, если бы народ не трудился, вы этих денег не получали бы, и жили бы, где-нибудь там на помойке, всякие чиновники высшего уровня, не забывайте, что как только вы дограбите в стране все, как только вы разрушите страну, вы не будете нужны вот этим самым международным товарищам, которые вам всякие дурацкие идеи вкладывают в голову, потому что, во-первых, предатели не нужны, а во-вторых, у них своих чиновников вполне хватает, там все прописано на все территории бывшего Советского Союза, бывшей империи и бывшей России, у них все свои гауляйтеры уже прописаны, вот не переживайте по этому поводу, вы для них будете предатели, чужеродные предатели, и которые теперь сделали свое дело, как мавр, и можете уходить, поэтому не рассчитывайте, что вас там с объятиями примут, Рим предателям не платят. Ну и к тем, кто вот собрался уже так вот говорить в открытую, что на самом деле пора бы и признать, что вот мы все-таки многонациональный народ, но русский народ, это вот такая основа, которая создавала Русь, Россия и так далее, ну так давайте соберемся вместе, давайте это дело для начала обсудим, давайте это дело, ну как-то вот донесем до людей, скажем, что есть наша национальная идеология, есть русская идеология, жить по совести, лову с природы, святощить свои заветы, предков и так далее, это все есть, хорош прятать, как страус голов в кусты, вы понимаете или нет, вот время закончилось, вас же сгребут с этими предателями вместе и выкинут, поймите, в единстве сила, не против кого-то, а для чего-то, за что-то, вот какая наша идеология, вот это надо всем понять, от мала до велика, из народа рождаются великие ученые, из народа становятся великие политики, из народа становятся те, кто управляет, самые лучшие, самые достойные, мы не быдло, мы не свиньи подзаборные, поймите вы это, все в наших руках, от малого строится большое, из малого большое состоит, благодарю тебя за... Позволь мне маленько еще дополнить, важно очень, очень важно, нет никаких сомнений, и одно зафиксировано в конституции, что русский народ государство образующий, он создал это государство, выстраивал веками, но очень важная деталь, очень важная, не, что в этом созданном русском народе в государстве, был хозяин русский народ и другие коренные народы, он должен быть не только государством образующим, он должен быть власть держащим в государстве, вот что важное, а то государство создало русский народ, аппортируют его, грабят совсем представители и других народов, и свои предатели, скажем так, и это важно, а те, кто где-то не могут найти какое-то общество патриотическое, и еще что. Ну, есть просто концепция, идеология малых дел. Взял, посадил дерево, сядут во дворе, там мальчишки залезут, скворцы поселятся, по теню бабушка будет отдыхать вечером, возьми скамейку поставь, помоги соседке. Ну, сделай просто доброе дело. Это будет тебе, народу, и перед Богом заработаешь очки. Меньше будешь мучиться там где-то в аду. Поэтому при желании есть такая, называется аксиома менеджера. Нет желания сделать доброе дело для народа, для государства своего, первое, что это народ, государство служит для народа, для людей, для своих соседей. Нет желания, лень, еще что-то мешает, страх, что тебя стоит, найдется отмазка. Есть желание, найдется выход, найдется какой-то инструмент, найдется и погода поможет, все поможет. Это по жизни испытано. Но это надо на это пойти. Вот так вот, спасибо. Спасибо. Ну и, Ладош, дополнение, вот хорошая речь, дополнение. Вот обратите внимание, надо учиться всегда, везде и всему. В том числе и у наших врагов. Что делают наши враги? Они приходят на чужую землю, у них есть свое представление, свои уклады, которые их древними прописаны, они их придерживаются, они объединяются, создают свою экономику, создают свои школы, и что происходит? Они побеждают. А кто нам мешает собраться? Кто нам мешает создать свое, свою экономику? Ведь враги нужны для того, чтобы дурачок, который поверил во что-то такое светлое, но ничего не делает, начал что-то делать. Вот на то и щука в море, чтобы карась не дремал, да? Вот перестаньте ныть, перестаньте визжать, как поросята жареная. Давайте уже дела делать, давайте объединяться, давайте вместе создавать тот мир, который нам нужен. Благодарю тебя. Благодарю за очень интересный задержание. Спасибо за внимание. Забыл Гоголя протестировать, но в следующий раз. Хорошо. Быть добрым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова